Радиология 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 И благодаря этому долгие годы синоним кьюри-терапии, это был синоним лучевой терапии, хотя эти исследователи, естественно, никакого не принимали участия в медицинских процедурах, а занимались физикой радионуклеенных препаратов. В настоящее время, за эти 125 лет, лучевая терапия проделала колоссальный путь и необыкновенно расширила как диапазон своего воздействия, диапазон своего применения, и в настоящее время экспертное сообщество полагает, что не менее 60-70% всех онкологических пациентов на том или ином этапе своего лечения, на той или иной стадии своего заболевания нуждаются в проведении лучевой терапии. Что же такое лучевая терапия? Конечно, очень заманчиво воспользоваться предложением организаторов и создать такой словарь, азбуку радиотерапевта, но если бы мы сейчас начали использовать все термины, описывать все аспекты лучевого лечения, то уверяю вас, что не только этой сессии, а может быть и нескольких дней бы нам не хватило. Настолько широко сейчас это понятие, лучевая терапия – это один из самых высокотехнологичных методов лечения, который использует все достижения научно-технического прогресса, IT-технологии и требует от специалистов, которые этим занимаются, знания и понимания анатомии, биологии, радиобиологии, основ рентген-диагностики, ну и естественно онкологии, ну и естественно радиотерапии тоже. Лучевая терапия, как вы понимаете, это процесс использования индинизирующего излучения для лечения заболеваний. Хочу сказать, что это не только онкология, много где применяется, и в эндокринологии, и в кардиохирургии и так далее, но, конечно, основное назначение – это лечение онкологических пациентов. Немножко расскажем о том, когда и как может осуществляться лучевое воздействие. Это может быть дистанционное облучение, когда источник ионизирующего излучения находится вне тела пациента, вне нашей опухолевой мишени, и здесь различные варианты. Рентген-терапия, телегамма-терапия, облучение на медицинских ускорителях электронов, протонов, нейтронов. И контактное, когда непосредственно источник излучения находится в облучаемом органе. Если это поверхностный, то это аппликационная лучевая терапия. Также он может располагаться внутри тканей опухолей или в просвете слизистых, тогда мы назовем это внутриполосной, лучевой терапией. И радионуклидная терапия, когда лечение проводится радионуклидными препаратами, радиофарм-препаратами. Лучевая терапия, как я уже сказала, может на разных этапах лечения использоваться. Это может быть палеотивный вид воздействия, устраняющий какой-то из симптомов, например, противоболевой. Это может быть предоперационная лучевая терапия, или, иначе говоря, индукционная или неодевантная, когда ее задачей является максимальное уменьшение объема опухоли, предотвращение попадания опухолевых клеток в лимфатическую систему или кровеносную систему, и таким образом предотвращает развитие отдаленных метастазов. И вот это воздействие позволяет в дальнейшем хирургу выполнить радикальное вмешательство с полным удалением опухоли и региональных метастазов, если они есть. Но надо сказать, что иногда предоперационная лучевая терапия, кстати, последние годы наиболее часто мы говорим о сочетании лучевой и химиотерапии. И химио-лучевая терапия дает максимально возможный эффект по уменьшению объема опухолевой массы. Нелетко бывает, что предоперационная лучевая терапия оказывается такой окончательной, и оказывается, что консервативных методов воздействия при ряде опухолей в локализованных формах может служить достаточно активным инструментом и позволит отложить, отсрочить проведение оперативного вмешательства тех больных, у которых будет достигнут полный клинический эгресс, подтвержденный методами диагностики, естественно, в том числе и патоморфологической. Послеоперационная лучевая терапия – это воздействие на непосредственно ложе опухоли и пути лимфоотока с тем, чтобы предотвратить, опять же, проникновение отдельных остающихся после вмешательства клеток, предотвращение в развитии таким образом локального рецидива и отдаленных метастазов. Это бывает и после обширных операций необходимо, и после малоинвазивных вмешательств в том числе. И интероперационная лучевая терапия – это тоже направление достаточно интересное, которое используется при опухолях молочной железы достаточно широко, при саркомах мягких тканей и даже при опухолях желудочно-кишечного тракта. Метод, безусловно, очень интересный и эффективный, но не лишенный, к сожалению, своих недостатков. Во-первых, нужны специальные мини-установки, которые могут быть расположены в операционном зале. Во-вторых, понятно, что объем облучаемых тканей в этой ситуации достаточно ограничен, и мы не можем воздействовать на пути лимфооттока. Но это несколько, конечно, удлиняет время самого оперативного вмешательства и пребывания пациента под наркозом. Но, тем не менее, в ряде случаев бывает достаточно и такого воздействия, хотя чаще гораздо все-таки интероперационная лучевая терапия – это составная часть комплексного лечения и сочетанная лучевой терапия. Сейчас я расскажу немного о том, что является таким неочевидным и, скажем так, скрыто от глаз не только пациента, но и докторов смежных специальностей. Это то, как осуществляется эта технология, ее алгоритмы. Потому что, ну, как современный человек многими девайсами, гаджетами пользуется и не думает о том, как они работают. Также для большинства пациентов лучевая терапия – это человек пришел, зашел в каньон, провел там несколько минут, при этом никаких ощущений вкусовых, обонятельных, осязательных не появилось. И, собственно говоря, что же произошло за это время и как этот процесс был запущен. Все начинается с этапа предлучевой подготовки. Он может быть достаточно длительным, потому что он требует четкого понимания анатомических особенностей самой опухоли и ее взаиморасположения с соседними органами. В ходе предлучевой подготовки мы, в том числе, оцениваем и общее состояние пациента, и даже физиологическое состояние органов и систем для того, чтобы выработать план лучевого лечения. Программа лучевой терапии вообще начинается с того, конечно, что мультидисциплинарный консилиум определяет общий план лечения. Радиотерапевт, химиотерапевт и хирург, собираясь для каждого больного, вырабатывают конкретную программу действий, этапность разных вариантов, разных видов лечения. И если принято решение о том, что будет проведена лучевая терапия, и далее уже доктор-радиотерапевт определяет, как долго она продлится, какую мы хотим подвести суммарную очаговую дозу, исходя из тех задач, которые мы ставим перед этим этапом, и сколько дней потребуется для вот этого подведения, и каковой будет разовая доза или доза за фракцию фракционирования. В настоящее время в основном используются, конечно, режимы классического фракционирования дозы. Это 1,8-2 ГРЭИ за фракцию. И при средней, скажем, тумарицидной дозе, актуальной для большинства солидных опухолей, 50-60 ГРЭИ, понятно, что при пятидневном режиме облучения этот курс достаточно длительный. Это 25 дней лечения или 30 дней. Но усовершенствование нашей аппаратуры позволяет подводить эту дозу безопасно, и таким образом, что разовая очаговая доза может быть увеличена при сохранении общего эффекта лечения и безопасности этого лечения. Это актуально для режима гипофракционирования или ускоренного фракционирования дозы. Они актуальны и широко применяются, доказали свою безопасность и эффективность, в частности, при раке молочной железы, при опухолях прямой кишки. И, безусловно, это важное сокращение срока лечения при хорошем онкологическом эффекте, по-видимому, будет развиваться и будет актуально и для других локализаций. Так вот, начиная с предключевой подготовки. Для того, чтобы мы могли создать дозиметрическую карту облучения, больной поступает на этап компьютерной, как правило, сейчас уже компьютерной, редко, где уже рентгеновские аппараты используются для допометрии. Оценивается положение нашей опухоли, ее взаимоотношения с окружающими органами, и во время этой процедуры на кожу больного выносятся метки, которые в дальнейшем позволят его позиционировать уже в ходе лечения, ускорить процесс навигации в процессе проведения сеансов лечения. Дальше полученные сканы импортируются в планирующую систему, где врач-радиотерапевт с помощью врача-рентгенолога производит оконтуривание нашей мишени. Это производится на большом количестве этих импортированных сканов. Также выносятся контуры всех смежных органов и мишени, поскольку в дальнейшем, когда физик получит задание от врача-радиотерапевта с планом облучения данного конкретного больного, мы будем также учитывать те дозные нагрузки, которые в ходе лечения будут суммарно получены смежными органами. Иногда эта топометрия проводится без рентген-контрастных препаратов, иногда мы используем внутривенное усиление, для того, чтобы лучше дифференцировать сосудистые структуры, иногда даже с двойным контрастированием, как для опухолей желудочно-кишечного тракта. И после того, как мы представляем себе объем нашей задачи и расположение опухолей и смежных органов, дальше поступает задание, и наступает этап работы медицинских физиков. Это тоже новая специальность, которая появилась, и она совершенно необходима, потому что для того, чтобы провести облучение и иметь возможность подвести максимально возможные туморицидные дозы к нашему очагу при минимальном воздействии на смежные органы, нам нужны специальные знания в физике. Дозиметрическое планирование – это подбор количества, расположение пучков излучения, их пространственное размещение, доза, подаваемая из каждого пучка, для того, чтобы максимум воздействий приходился на нашу мишень. Из используемых до настоящего времени и имеющих равные возможности для проведения качественного лучевого лечения – это 3D-многопольное облучение. Вы видите, здесь 5 пучков использовано для облучения опухолей пищевода. Это планирование для облучения с модулируемой интенсивностью пучка. Тогда, когда у нас, ну здесь, казалось бы, тоже несколько пучков, но вы сейчас увидите, как это работает. Здесь меняется интенсивность мощности пучка в каждом из положений. И сейчас вы увидите то, что видит врач-радиотерапевт, который присутствует на радиотерапевтической процедуре. И увидите, как работает это. Сейчас, когда нам включат просмотр маленького ролика, вы увидите, что вот пациент находится в каньоне. Значит, после того, как мы верифицировали его положение, установили, что позиция нашего облучаемого объекта точно в той области, где нам нужно. Значит, сейчас начнется облучение, и вы увидите, как работает мультилепестковый коллиматор. Вот движущаяся мишень внизу – это то, что вот именно комфортная лучевая терапия, где пространственное и объемное подача пучка излучения, она в точности формирует, соответствует контурам и объему нашего облучаемого объекта. Для того, чтобы мы могли вот эту точную подачу ионизирующего излучения осуществить, нам необходимо совершенно четко воспроизводить ту укладку, которая была в процессе подготовки к лучевому лечению. И для этого существуют различные средства иммобилизации пациента. Они могут быть штатными в виде ДЭК с подголовниками, с креплениями для рук, подголовники, подколенники. И они могут быть индивидуальными, как такие вакуумные матрасики, которые при надувании воспроизводят индивидуальную форму тела пациента и той зоны, которую мы будем облучать, и термопластические маски. Дистанционная лучевая терапия. Ну, как я уже сказала, это комфортные 2D, 3D и 4D, если мы еще оцениваем подвижность нашего облучаемого мишени во времени. Это стереотоксическая лучевая терапия и радиохирургия. Два последних. Ну, в сущности, это возможность подведения очень высоких прецизионно-точно доз облучения к небольшим очагам. Ну, разница только в количестве сеансов. Радиохирургия таксистолически, это подведение высоких доз за одну фракцию облучения, стереотоксическая, это, как правило, от одной до трех фракций, которые также, благодаря которым, подводятся очень высокие тумалицидные дозы. Брахиотерапия. От греческого брахиосахародки это тот вариант лечения, когда источник излучения находится либо внутри полого органа, либо в тканях. Преимущество этого вида лечения это короткий курс, очень высокая точность, очень низкая нагрузка на смежные органы. Для пищевода, для анального канала это очень важно, поскольку жизненно важные клинические органы здесь очень близко находятся. Если мы можем на них нагрузку уменьшить в несколько раз, в три-четыре раза, это очень важно для дальнейшего качества жизни пациентов. Брахиотерапия может быть аппликационной при наружно расположенных образованиях, внутри полосной. Наиболее часто это применяется в онкогинекологии, а также при раке прямой кишки, анального канала, пищевода, при внутрибранхиальных образованиях. Внутритканевая брахиотерапия наиболее значимая область, наиболее распространена при опухолях предстательной железы. Достаточно широко сейчас используется при облучении молочной железы, как часть сочетанного лучевого воздействия, при опухолях головы и шеи. Но и вы видите, что даже, например, при новообразованиях печени тоже брахиотерапия внутри тканевая может быть использоваться, хотя это не единственный и не всегда оптимальный вариант лечения. Радионуклидная, радиозатопная терапия. Достаточно много радиозатопов для этого сейчас используется. Наиболее часто это при раке щитовидной железы, при раке предстательной железы. Способы введения, подведения этих излучающих агентов, они различны. Для предстательной железы, пожалуй, самое известное, но сложности в радионуклидной терапии, они таковы, что, во-первых, это, конечно, всегда одна фракция, здесь практически невозможно многофракционное облучение. Это достаточно сложные дозиметрические подсчеты, почти иногда крайне затруднительные. Ну и, в общем, так сказать, все-таки дороговизна этого метода и такой достаточно узкий диапазон показаний в определенных стадиях заболевания. Стереотоксическая лучевая терапия. Значит, всегда сдерживалось проведение лучевой терапии в этом элицидных дозах возможными последствиями для нормальных органов. Сейчас, когда современные ускорители электронов позволяют нам осуществить точную подачу пучка излучения, мы можем оперировать уже более высокими дозами облучения, которые будут подводиться к тому же за меньшее количество фракций. Так, за одну фракцию мы подводим от 10 до 20 игр, таких фракций у нас может быть от 5 до 3, а в эквиваленте и воздействии это будет соответствовать примерно 100 грэм, которые мы получили бы при классическом дистанционном облучении. И этот раздел, эти возможности широко используются как при лечении первичных опухолей головного мозга, легкого, поджелудочной железы, которая долгое время вообще считалась радиорезистентной, никогда радиотерапия не рассматривалась как такой действенный вариант лечения этой локализации. при опухолях печени, предстательной железы, опухолях костей и мягких тканей, а также метастатических процессов. Два слова хочу сказать. Ну, безусловно, основное применение стереотоксической лучевой терапии до настоящего времени это метастазы в головной мозг, с этого, собственно говоря, начинался стереотоксис радиохирургия. И два слова хочу сказать, потому что очень часто пациенты спрашивают, приходя, есть ли у вас гамма-нож. Наверное, в этом заслуга следствия массовой информации, но хочу сказать, что гамма-нож это прекрасное средство для лечения опухолей головного мозга. Это возможность формирования благодаря наличию 201 источника кобальта в таком закрепленном шлеме устройстве, формировать действительно такую концентрацию пучка суммарного излучения в конкретной опухоли головного мозга. Но, к сожалению, этот метод не может быть применен для других локализаций. Ну и большой интерес сейчас вызывает протонная терапия. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге открыт тоже центр протонной терапии. Это прекрасный метод, который тоже очень актуален при лечении новообразования у детей. Опухоли, которые расположены в непосредственной близости, прилежат к критическим важным органам. Но здесь сложности дозиметрического подсчета дозы и стоимость этого лечения ограничивает ее применение. Благодарю вас за внимание и те перспективы лучевого лечения, которые есть. Думаю, что еще больше расширит возможности и спектр применения нашего метода лечения. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...